Когда на смерть идут, поют, А перед этим можно плакать, Ведь самый страшный час в бою Час ожидания атаки. Новый 1914 год. В кругах воротил российского граммофонного дела, Его встречали шумно и весело, Шампанское текло рекой, Гремела музыка, сверкали бриллианты, Ленты, ордена и лысины. Пробки пулеметными очередями Расстреливали потолки, Крустальный звон бокалов Подводил черту Под здравицами Во славу российского граммофонного дела. Еще один год начинался, как обычно. Музыкальная богема Жила привычной, размеренной жизнью. Выпускались пластинки, Велись переговоры о новых записях, Заключались контракты и сделки, Зажигались новые звезды. Но в конце лета привычный ход жизни был сломан. Германия объявила войну России. Началась жестокая и бессмысленная бойня. Практически все граммофонные кампании Сразу же откликнулись на переживаемые страной события Выпуском высокопатриотических пластинок. С новой силой зазвучал знаменитый вальс На сопках Манчжурии. Названия произведений того времени Говорят сами за себя. Великая Русь, час пробил, Подзнамена, проводы воинов. Сила воздействия граммофонных записей Была необыкновенной. О силе воздействия граммофонных записей Свидетельствует статья, Которая, кстати, была напечатана в моем журнале Граммофонный мир еще в 13-м году. Она называлась Граммофон На театре балканской трагедии. Вы понимаете, что речь идет О балканской кампании 1913 года. Небольшой эпизод из этой статьи я вам зачитаю. Представьте себе Форт Шайтан Баба. Уцелевшие турки Готовились к последнему поединку С гяурами. Никто из правоверных Не ложился спать в эту ночь Фанатического ожидания. Турки собрались вокруг своего Бэя, Который вместо всяких вдохновляющих речей Возился возле граммофона, Поставленного на полковой барабан. Аппарат стонал и плакал Чьей-то восточной грустью, А издалека Неслось Оханье гранат И треск Рвущейся шраплели. Турки жадно слушали, не двигаясь, И не глядя по сторонам. Я думаю, что никогда еще граммофон Не выполнял такого страшного дуэта С хохотом бога войны. До самого утра Слышалось пение И заунывная музыка Граммофона. Пожалуй, турки вдохновились Этим сильнее, Чем зажигательными словами Своих дервишей. Потому что на утро Они погибли. Все. До последнего. Спустя год После означенных событий Большим успехом Стала пользоваться Пластинка Страдания Сербии. Российские граммофонные компании Не только помогали Укреплять боевой дух солдат, Но и оказывали фронту Практическую помощь. Так фирма «Экстрофон» Пластинки, которые вы видите, Вооружила на собственные деньги Отряд добровольцев 1200 человек, Которые с первых же дней Проявили на фронте Чудеса героизма. Смотрите в эти названия. «Хазьма Крючков», «Почему я безумно люблю», «Отцвели Хризантема». «Да, как в этом кошмаре войны Простому солдату Хоть на минуту хотелось вернуться К мирной жизни, В то время, когда смерть ходила Всего в нескольких шагах, Всего в нескольких шагах. Целую ночь Соловей нам насвистывал, Город молчал, Город молчал, И молчали дома, Белой акации и гроздья душистые, Ночь напролет нас сводили с ума. Сад был умыт весь весенними ливьями, В темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, Как же мы молоды были, Тогда… Эта песня связана с войной. С войной, с войной. Это конец войны, Это когда мы увидели звезды, Понимаете, на миле, Когда кончилась война, Когда все было впереди, Когда всему хотелось верить, Все делать, влюбляться. Мы пришли с войны. На войнах рождались замечательные Лирические песни. Вот даже с той империалистической Далекой войны, Там было много разных песен. И прекрасных причин. А к нам какие-то замечательные Дошли. Да хотя бы на сопках манировали. Ну что… Ведь эта песня, Будем говорить так, Она воевала и в Великую Отечественную войну. Да, да, да. Мы хотели сегодня вспомнить историю Хотя бы одной какой-нибудь Известной фронтовой песни, Такой, которую все знают. Может быть, Вы сами подскажете тему. Я знаю, что с Вашим именем связано Рождение многих фронтовых песен. Ну, это было бы не скромно, Так сказать, понимаете. Ну, в всяком случае, я знаю, что Вы Прекрасно их исполняли и поете. Я… Нет, я песню… Я… Я… Ушиблен военной песней. То есть, в том смысле, Что для меня это моя жизнь, моя… Это же ведь жизнь, я прожил же. Это моя нравственность. Это ведь нравственный подвиг Моих сверстников, моей Родины. А вот, что касается «Землянки», Я же знаю, Ваш вопрос я отчувствую. Случилось так, что… Шилтова… Сейчас помню имя отчество. Ой… Лидия Васильевна Шилтова была редактором на радио. Я вот боюсь точно сказать, какой редактор. По-моему, песенная. И это было где-то в 50-е годы. Она пригласила меня записать Песню «Землянку». И, кстати, давай закурим. Ну, давай закурим прекрасно пела Шуженко. Ну, вроде бы, мужская песня. Тоже мне предложили. Но я задал естественный вопрос. Я говорю, а в чем дело? Оказалось, что так называемой Фондовой записи «Землянки» не было. Я, естественно, заинтересовался. И у меня была… Руслановская только была на пробной пластинке, Не вышедшая в свет. Не вышедшая в свет. А не было. Вот я говорю, меня пригласили сделать фондовую запись. Ну, вы представляете себе, Как это было мне приятно. И я записал эту песню. А потом мне Сурков рассказал историю Этого, этой песни. Оказывается, что это, во-первых, была не песня, А это были 16 строк, которые он просто написал, Не думая, как говорится, вырваться из той ситуации, В которой он здесь попал на волоколамском направлении. То есть, то же самое письмо. Да, да, да. Это было письмо. Вот. 16 строк. И когда он возвратился, посидев, Едва, как говорится, выбрался из этой страшной истории, Вот. Он в редакции, к нему подошел Листов. Это вот Константин Яковлевич Листов тоже мне говорил. Он обратился к нему и спросил, а есть ли у тебя что-нибудь, Алеша? И тот ему сказал, что нет ничего. А потом говорит, стой, а может быть, вот это подойдет? И Листов через полчаса, значит, сочинил, уже вся редакция пела эту песню. Но из-за слов «До тебя мне дойти нелегко, до смерти четыре шага», Так сказать, в общем, что получилось, так сказать, ему запрещали песню, Капитулянский текст. Требовали, даже требовали. И я знаю совершенно, это просто, и он мне рассказывал, И я от многих слышал, и потом это в печати было, Что это не рекомендовалось. Это были тяжелые дни под Москвою. Эта песня родилась, опять-таки, вот из землянки, из окопа. Вот откуда рождались. Это все ведь написано, как говорится, народом. Это звучало, это в прошлых песнях. Еще гражданской, потом империалистической войны. Эти русские песни, они в основе этих замечательных песен войны. Это удивительная вещь. Ну и, конечно, землянку я много раз вспомнил. Не знаю, надо ли ее... Надо. Надо спеть, да, потихонечку. Ну, сейчас, уже знаете, у меня какое-то отношение особое к этой песне. Я ее даже так побаиваюсь петь. Потому что сразу столько приходит. И особенно после вчерашнего, когда слышу Руслану, как она пела. Ну, я пою по-другому, конечно. Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гормонь. Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко, далеко, Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага. Пой гармонь и ковью, и назло Заплутавшее счастье зови Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Я хотел бы сказать о том большом вкладе, который артисты, наши российские и советские артисты, сделали в достижении победы. Я должен вам сказать, я, конечно, большой предмет своего театра, Малого театра, я ему отдал более сорока лет. И вы знаете, я должен вам сказать, что Остужев, ну какие актеры, Варвара Обухова, масса актеров. Леночка Кузнецова, замечательная актриса Малого театра. Да, ну просто я всех перечислить не в состоянии. Сколько актеры, по сути дела, они пошли на фронт. Это были все фронтовые бригады. Актеры становились в строй. И песня, между прочим, она остановилась в строй. Ты просишь писать, тебе часто и много, Но редкие и короткие письма мои. К тебе от меня непростая дорога, И часто писать мне мешают бои. Враги недалёко, и в сумке походной Я начатый птицы десяток ношу. Не хмурься, я выберу часик свободный, Присяду и тут же их всех допишу. Поверь, дорогая, к тебе аккуратно Длиннющие письма пишу я во сне. И кажется мне, что порою обратно Ответы, как птицы, несутся ко мне. Враги недалёко, и спим мы немного, Нас будет работа родных батарей. У писем моих непростая дорога, И ты не проси, ходи поскорей. У писем моих непростая дорога, И ты не проси, ходи поскорей. Спасибо, спасибо, Михаил Михайлович. Прекрасно. Я думаю, что это подарок очень хороший Тем, кто знает эту песню по фронтовым своим бунням. Ой, сколько у меня друзей, Вы даже себе не представляете, Моих фронтовых на Украине, в Грузии, Я даже не знаю, в Белоруссии, В нашей России большой. Столько фронтовых друзей. Мне так хочется и Кове Корниловичу, И Аркаше Жемчугову, И Шаховому, И моим большим всем друзьям Такое передать привет, доброго им здоровья Пожелать и всем-всем моим самым близким, Так сказать, здоровья. А это всем моим однополчанам. Однополчанам я считаю сейчас, Валерий Дмитриевич, Всех, всех участников войны. Мы все однополчане. Правильно. И их жен, подруг. Ничего, ничего, дорогая, Пусть виски серебрит седина, Это наши сердца сберегая, Нас слегка присолила война. Ничего, что щепоточку соли, Кто-то бросил на черную прядь. Крепче будем ни бури, ни боли, Нас теперь не сумеют сломать, Огорчаться от каждой морщины. Я ей, Богу, не вижу причин. Посуди, ведь какой же мужчина Без добротных солдатских морщин. Нам достались и радость, и муки В эти годы пожить на земле, Будем думать о встрече в разлуке, Будем помнить о солнце во мгле. Все пледет в соловьиные трели, И заката в малиновый час. Только б наши сердца не старели, И не морщились души у нас. Только б наши сердца не старели, И не морщились души у нас. Мне кажется, что я магнит, Что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, И смерть опять проходит мимо. Бой был коротким, А потом глушили водку ледяную, И выковыривал ножом из-под ногтей Я кровь чужую. А на войне, как на войне, А нам труднее нам вдвойне, Едва взошел над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, Уходим в снег. Вот доверенная разведка, Мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова поиск, Снова бой. Игорь, кто это, автор этой песни? У меня такая, что это Ранья. Ранья ты? Тогда расскажи нашим свидетелям, Кто ты, какая твоя судьба была в Афгане, И какие песни тобой были написаны. Сейчас я полковник запаса Игорь Морозов. В Афганистане я был командиром одной из групп, Комитет государственной безопасности, Групп специального значения, По линии разведки. В 81 году по приказу, Как уже кадровый офицер отправился в Афганистан. Скажи, началась война, Какие были песни первые записаны в Афганистане? Ну вот первые кассеты, которые ходили так полуподпольно по Афганистану, Там были разные песни, Самодеятельные песни написаны уже в Афганистане, Были песни и той, Великой большой войны 41-45 года, Видно какое-то созвучие между войнами, Что-то вообще есть. Были песни совершенно мирные, Но предназначены для того, Чтобы дать человеку расслабиться, Забыть о том, что он боевая машина, Что вокруг кровь льется и стрельба, Опять почувствовать себя человеком, Были песни. Их тоже записывали, Кто умел петь, кто играть на гитаре умел, Записывали такие простые, Ну, вплоть до ландыша, до кирпички, И такие песни ходили, Особенно в первые годы. Но они были нужны Песнями состояния души, Душе надо иногда и отдыхать. Операция на перевале Карамунжон В майюне 82-го года. Мазурит – это камешек, Полдрагоценный, За которым там… Песнями. У Дерреа много гор, И высоких перевалов, Среди них Карамунжон, Мазуритов там навалом, А еще басмачи, Нам их надо выбивать, Басмачи, авганов вашу мать. Вот ракета пошла, Начинаем мы работу, Лезем прямо с борта, Под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, Да умеет воевать перевал Твою авганова, На трассе застает, Запаленных и уставших, Водка нас не берет. Так что молча пьем запавших, Но да то лазурита Пакистану не видать. Пакистан твое ауганамай И вернувшись домой, чтоб не все было забыто Мы захватим с собой по кусочку лазурита Чтобы вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать Лазурит твое ауганамай Я вот видел все пластинки, которые вышли Там действительно очень интересные и мелодии И очень трогательные слова Они отражают то, что переживали люди И вот эта песня, она не как на войне Ты не можешь рассказать ее историю в двух словах? Но ведь написана она не про афганскую войну У него в Афганистане А посвящается моему отцу и фронтовым его товарищам И написана к 30-летию Дню Победы в 75-м году Афганские песни, как ни странно, знают и те, и другие Вот и старики, и молодежь Песня не умирает Очевидно, это надо очень много времени, чтобы рано затянулось А с ней песни где-то сошли на второй план А может быть не отойдут, потому что уже знаете Вот песни отечественной войны Они живут, несмотря ни на что Ну, землянка, Катюша, ну что угодно Такие песни Может быть и наши песни будут жить когда-нибудь где-то Прости, что я не добежал до вражеского дзора В нас по шагу прицел попал чужого пулемета Прости за то, что в том бою не думал о тебе Чужой стране в чужом краю на выжженной земле Я жизнь любил, как никогда В походах или в атаках Моя звезда, твоя беда Поправка к зодиаку Прости за лучшие года Возможные с другим Прости за то, что никогда Никто не повторим А тот студент, соперник мой Очкарик книгачей Прости его, что он живой А я уже ничей Не доискаться до причин И смысла бытия Прости, что первенец твой сын Похож не на меня Когда придут мои друзья Покаяться за брата Прости их, нежная моя Они не виноваты Что не спасли, не сберегли Поверь, ни их вина Они свершили, что могли Наверх взяла война В одной шеренге С ним я под пулями душман Ходил в атаке за тебя В стране Афганистан И свято верил в тот народ Который защищал Прости мне, вражий, пулемет И что не добежал Прости мне, вражий, пулемет И что не добежал Я поднимаю тост За друга Сталева С которым вместе шел Через войну Земля дымилась Плавилась пожарами А мы мечтали слушать тишину Я поднимаю тост За друга верного Сурового собрата своего Я бы не вернулся С той войны, наверное Когда рядом не было его Последние патроны сигареты Мы поровну делили пополам Одною плащ-палаткою согретые Мы спали И Россия снилась нам И сколько бы мне жизни Не отпущено Куда бы не забросила Судьба Я помню, как однажды Друга лучшего Свела со мной Афганская тропа На старой фотографии любительской Еще после атаки не остыв Стоит два десантника из Витебской Устала, улыбаясь в объектив И я гляжу на эту память Прошлую Свеча горит и тает стеорин Мы в день последний верили с Алёшею Тот день пришёл Я праздную один Субтитры создавал DimaTorzok